приветствую дорогие друзья с вами я сейчас сегодня 5 сентября среда и я записываю для вас очередной обзор правда я вчера не писала да и сегодня пишу прям совсем поздно есть у меня некоторые технические проблемы и проблемы с интернетом поэтому даже не знаю насколько и как у меня получится и получится ли до конца этой недели еще записать поэтому простите если вдруг до конца этой недели обзоров больше не выйдет ну а сейчас на экране у нас начнем в обратном порядке начнем мы с доллар иена на экране у нас сейчас доллар иена какие ожидания на сегодня по этой паре значит смотрите тренд у нас показывает дневной восходящий вот она поэтому я думаю что ну мы можем но пока что видите протестировали вот эту линию дня и возможно отсюда даже пойдем дальше вверх не будем мы опускаться не будем мы откатывать до разворотной линии дня она находится на уровне 102 263 и здесь же ведь идет пересечение с недельной линии мы находимся ли выше линии недель выше линии месяца и выше вот волшебного индикатора то есть мы пока идем вверх ну а цель вверху сейчас я скажу цель вверху вот она на из 4 пока что это 103 752 где-то здесь ну 103 700 103 673 вот где-то вот здесь вот цель 750 670 вот так вот 103 плюс минус вот это вот цель и я думаю что вот сейчас вы идет такая волна потом следующая еще будет одна волна вверх сюда поэтому будьте внимательны если мы сейчас закрепимся вот скажу выше 102 87 то вероятнее всего мы пойдем отрабатывать 103 700 там 30 670 вот такой вот цель вверху это по доллар и не следующая пара у нас фунт-доллар фунт-доллар следующая пара у нас фунт-доллар ну что ж сегодня какие ожидания у нас по паре фунт-доллар я уже говорила что внизу целей нету то есть свободное падение пожалуйста все цели осталось остались вверху тренд нисходящий на сегодня да и вообще на неделях ну вот и желтой линии видите показывает тренд нисходящий и дневной тренд тоже нисходящий мы можем вот отсюда дальше не идти вверх не откатывать опять-таки как и паре доллар иеном также здесь возможно возможно мы можем откатить до 1 275 10 11 это недельная линия но разворотная линия дня находится на 1 278 89 или даже не 9 не 89 до 278 91 вот разворотная линия дня 1 278 91 вот но я думаю что вот отсюда мы возможно будем дальше продолжать движение вниз какие цели у нас внизу сейчас посмотрим когда можно я говорила уже недельная цель вполне даже мы даже пробили но будем еще дальше вниз поэтому я даже не рискнул сказать куда мы можем дойти вниз потому что игру внизу цели нету все цели остались вверху поэтому падение свободно вот это относительно фунта доллара на очереди у нас следующая пара доллар франк какие ожидания у нас на сегодня по этой паре но вы видите сейчас мы тестируем разворотную линию дня это 0 977 39 показывает сегодня что вот пересечение на днях что мы пойдем вниз то есть вполне вероятно что мы придем тестировать и вот волшебный индикатор 0 и 972 и даже еще ниже еще ниже 0 971 21 даже возможно и и чуть ниже так бросит шпильку бросит до чтобы протестировать потому что здесь не вот ниже находится ли они линии месяца еще ниже находится еще одна линия недели поэтому все как бы цели внизу но посмотрим может сначала еще раз вот сюда откатить протестировать где-то 0 979 78 75 где-то вот так вот прежде чем пойти основательно вниз вот такие цели у нас сегодня по доллар франку и следующая пара евро доллар какие ожидания у нас на сегодня по евро доллар ну показала пересечении еще вчера что мы развернулись дневной тренд вверх но показывает сегодня что тоже движение будет вверх то есть восходящие потому что все вот скопление всех линий здесь внизу и здесь и разворотная линия дня и линия месяца вот они или недельные линии все вот они здесь то есть достаточно такой существенный уровень поддержки вот поэтому вполне возможно что мы все-таки видите а сейчас мы тестируем волшебный индикатор все зависит от него пробьемся закрепимся ниже но чтобы понять конкретно вот надо пройти вот это скопление то есть это такой широкий достаточно уровень поддержки и закрепиться аж где-то вот здесь вот ниже недельная линия или ниже разворотная линия дня это где-то ниже 101 118 80 вот где-то здесь если мы закрепимся ниже вот это уровне возможно пойдет движение вниз потому что недельный тренд повторюсь нисходящий вот а дневной показывать сегодня восходящий но мы после открытия и пошли немножко вверх но возможно можем еще идти вот по дневной линии просто двигаться вверх вот такие ожидания у нас ну а если следующую цель мы посмотрим если идти вверх хотя тренд нисходящий посмотрим где у нас какие следующие ведь и пока все вот находится ниже очень сильный уровень поддержки а следующая цель и она только на днях и она достаточно далеко высоко это 1 156 53 или 1 156 но пока вот где-то здесь вот такие ожидания у нас сегодня друзья по паре евро доллар с вами была анастасия час я благодарю вас за внимание делитесь своими мыслями тоже пишите комментарии ставьте лайки задавайте вопросы я с радостью всем отвечу по возможности что непонятно спрашивайте с вами была анастасия час и пока пока до следующего обзора